У мальчишек из села Цветковка появилась возможность погонять мяч. Там открыли футбольное поле. Поздравить ребят приехал председатель правительства Абдул Муслим Абдул Муслимов. Он побывал в районе с рабочей поездкой. Премьер-министр также осмотрел новое овощехранилище. Посетил рисовые поля. Детали у Владимира Урозакаева. Футбольное поле в селе Цветковка объявляется открытым! В селе Цветково Кизярского района спортивный праздник. Здесь открыли футбольное поле. Теперь у ребят есть место для проведения сельских соревнований. Спортивная площадка подкрыта искусственным газоном. Здесь установили уличное освещение и обустроили прилегающую территорию. Построили объект в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Поздравляю односельчан от своего имени и передаю большой привет и поздравление вам от имени главы исполнителя Сергея Алимыча Меликова. И хочу вас заверить, что это не самый крайний объект, который будет построен на территории Кизярского района и в селе Цветковка. Таких объектов будет еще больше. Общая площадь рисовых чеков в республике составляет 27 тысяч гектаров, из них 15 тысяч в Кизярском районе. В прошлом году урожайность здесь выросла на 17%. Таких результатов удалось добиться благодаря помощи государства. Они решили проблемы с водообеспечением полей и субсидированием. Продукция проходит обработку на четырех кизярских рисоперерабатывающих заводах, после чего ее реализуют по регионам России и ближневосточным странам. Рис – это один из экспортоориентированных продуктов. И у нас в республике Дагестан уже образовался полный рисовый кластер. Это начиная с семеноводства, рисового семеноводства и кончая переработкой риса. У нас есть самые высокотехнологичные предприятия, которые делают рисовую крупу. В селе Речное Кизярского района Абдумуслим Абдумуслимов официально открыл хранилище на 3000 тонн овощей и фруктов. Крупный объект возвели за два года при помощи средств господдержки. Технологическое оборудование позволяет здесь долгострочно хранить фрукты и овощи при нужной температуре и влажности воздуха. А это значит, что сельхоз-товарпроизводители района смогут держать здесь свой собранный урожай, а в межсезонный период реализовать его по более выгодной цене. Мы в республике Дагестан производим полтора миллиона тонн овощей. У нас практически не было хранилища. Переработка тоже у нас была на очень низком уровне, на уровне 10-12%. И мы проанализировали ситуацию совместно с руководством республики Дагестан и пришли к такому мнению, что необходимо создавать вот такие плоды овощей хранилища, и они должны быть привязаны к тем местам производства каждой сельскохозяйственной продукции. Премьер-правительство проверил и ход капитального ремонта двух школ в селе Косякино и Победовское. Работы проводятся в рамках федеральной госпрограммы. В школу проводится демонтаж полов, замена окон, кровли и фасадов. Вот только по срокам строители не успевают. До начала учебного процесса осталось чуть больше двух месяцев. Абду Муслим Абду Муслимов дал поручение увеличить число рабочих на объектах и взять ход строительства на контроль Министерства образования. Али не пойдет. Неудовлетворительная организация работ по ремонту школ в Казахстанском районе. Вы мне 25-го часа доложите по каждому объекту, принесите мне фотоальбом. И график работы, чтобы там же был. Последней точкой в рабочей поездке председателя правительства стало совещание в администрации Кизярского района. Здесь он встретился с местными сельхозпроизводителями и жителями муниципалитета. Они обсудили итоги поездки и планы развития района. Вадим Розакаев, Ибрагим Магомедов, Юсуп Газиамаров, Вадим Шамхалов. Время новостей. Кизярский район.